В эфире новости Карелии. В студии Анжела Дробышевская. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Мы планируем проведение летом фестиваля карельской кухни, который пройдет в районе набережной. Туризм. Точка роста карельской столицы. Развитие Петрозаводска обсудили на онлайн-совещании в правительстве республики. Собирали документы, сделали бизнес-план, подготовили все. На закупку оборудования данного. Президент России подписал закон о пробации, что это такое и как уже работает в Карелии. Я постоянно что-то новое сдаю. Я начинал с простых вещей, теперь уже дошел до гламурных практически. Ремесленники Карелии представили свои товары в синем коридоре. Развитие Петрозаводска оказывает влияние на развитие всей республики в целом. Об этом заявил глава Карелии в начале совещания по социально-экономическому развитию карельской столицы. Вопросы экономики рассмотрели на первом открытом онлайне по Петрозаводску. Для экономики Карелии Петрозаводска в том числе прошлый 2022 год был непростым. Две отрасли – добыча железной руды и лесоперерабатывающая промышленность – испытали определенные трудности. В Петрозаводске железопромышленный комплекс активно развивается. Если говорить в целом о крупных промышленных предприятиях Петрозаводска, здесь есть положительные тенденции, заявил глава Карелии. По итогам непростого прошлого года индекс промышленного производства в Петрозаводске, а здесь сконцентрированы основные наши промышленные предприятия в сфере переработки, металлургии, машиностроения в том числе, мы видим, что индекс промышленного производства вырос на 2,5%. Резиденты промышленного парка «Южная промзона» в Петрозаводске – 11 компаний. В том числе в прошлом году там изготовили плиты для мощения нашего Левашовского бульвара и территории Москвы. Строительную продукцию направляли за границу. Практика по введению технопарков в республике продолжится. На четвертый квартал этого года запланировано открытие такого объекта по созданию инновационных пищевых производств. 27 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства ведут деятельность в Петрозаводске. Больше только в Прионежском районе. На 20% выросло число самозанятых. Точкой роста для Петрозаводского округа назвали туризм, в том числе событийный. И это повышает привлекательность города зимой и в межсезонье, а не только летом. К примеру, это гиперборея или фестиваль зимних видов спорта «Карелияский фест». Помимо тех, которые стали уже популярными, в этом году появится и новое. В том числе мы планируем проведение летом фестиваля карельской кухни, который пройдет в районе набережной. И в настоящее время уже ведется подготовка к этому мероприятию. При этом есть еще потенциал, который остается нереализованным, уверен глава города Владимир Любарский. Зачастую Петрозаводск – это только пересадочный пункт на пути к другим объектам Карелии. Есть проекты туристических маршрутов, которые могли бы привлечь дополнительное число туристов в Петрозаводск. Но пока они только на бумаге. Вместе с дислокацией бывшего Александровского завода есть множество вещей, которые могут быть, будучи реализованы, стать объектом интереса туризма. Начиная от паровой машины, продолжая, точнее, пуговицей, которые в свое время эксклюзивно выпускал Александровский завод. Водный туризм в Петрозаводской губе Онежского озера также пока не развит. Акватория остается полупустой летом. Здесь мы должны видеть яхты, каяки, байдарки, сапсерферов, заявил Владимир Любарский. Юлия Кучеренко, Служба новостей. Сегодня состоялась конференция судей Карелии. Она приурочена к юбилейной дате – 30-летию со дня образования Совета судей в республике. Во время конференции обсудили основные пути развития, которые определил еще Владимир Путин на 10-м Всероссийском съезде судей. Это касается вопросов, связанных с повышением авторитета судебной власти, становления статуса судей, развития законодательства, гуманизации уголовных наказаний, внедрения электронного судопроизводства в деятельность судов. Кроме того, на конференции состоялось открытие после реконструкции музея судебной системы Карелии, экспозиция которого посвящена судам республики. Здесь собраны настоящие предметы, с которыми когда-то работали. Самый ценный экспонат – фолиант XIX века. Это редкий экземпляр, подобных в России осталось не так много. Каждый из судов республики Карелия имеет в музее свой стенд, где размещены материалы исторического характера о создании и развитии судов. Экспонаты представлены, также касающиеся канцелярского быта, в первую очередь судов с момента их создания и до современного этапа. Не обошлось и без вручения наград судьям и работникам аппаратов судов Карелии. Так, по итогам 2022 года звание лучшего районного суда республики получил Кемский суд. А диплом победителя на звание лучший судебный участок получила мировой судья участка номер 3 Сегежского района – Алена Андронова. Также подвели итоги конкурса на лучший материал в СМИ. Наш телеканал стал победителем в номинации за сотрудничество редакции СМИ и суда. В России введут институт пробации – индивидуальную программу социальной адаптации осужденных и вышедших на свободу граждан. Закон об этом подписал президент страны Владимир Путин. О том, как документ уже реализуется в Карелии, на конкретном примере узнала наша съемочная группа. Альберт Цветков освободился условно-досрочно. После того, как покинул места лишения свободы, в жизни не потерялся. Благодаря сотрудникам уголовной исполнительной инспекции. Зная, что мужчине нравилось работать в столярной мастерской при колонии, они предложили ему обратиться в Центр социальной работы и попробовать себя в этом деле на воле. Помогли сотрудники СИН. Каким образом? Взять субсидию в Центре занятости, в соцслужбе. То есть, соответственно, все подготовили, все документы. То есть, собирали документы, сделали бизнес-план, подготовили все. И все. Вот на закупку оборудования данного. Доски и другие пиломатериалы в дальнейшем выкупают предприниматели и используют в личных целях. Например, делают сувенирную продукцию. Как в этом цеху, который принадлежит местному жителю. Здесь чашки, подставки, панно, часы, ключницы и другая продукция с тематикой Карелии. В случае Альберта Цветкова это и есть результаты действия закона апробации. То есть, всесторонняя помощь со стороны государства осужденным. При условии, что они сами готовы войти в общество с другими целями. После освобождения граждане получают у нас единовременную помощь. Она маленькая, но тем не менее, это тоже возможность проконсультировать граждан о возможности заключить социальный контракт либо на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, либо по поиску работы. Трудоустройство, говорят в региональном управлении ФСИН, одно из важных направлений в помощи тем, кто приступил к черту закона. И по нему в Карелии работа уже ведется, несмотря на то, что институт пробации начнет действовать с 1 января 2024 года. Успешных примеров взаимодействия уголовно-исполнительной системы с центрами социальной работы в регионе уже несколько. Это подготовка осужденного человека, преступившего уголовный закон, к реинтеграции в здоровое общество, чтобы в дальнейшем этот человек восстановил свои социальные полезные связи, трудоустроился, освоился в быту и продолжал здоровый законопослушный образ жизни. Сама пробация предусматривает три направления. Для осужденных, но не лишенных свободы, тех, кто готовится выйти из мест заключения или уже вышел. По оценкам Минюста, ежегодно под действием программы могут попадать 30-40 тысяч человек в стране. Бывшим заключенным помогут восстановить документы, найти жилье, устроиться на работу. Анжела Дробышевская, Станислав Шведов, Служба новостей, Петрозаводск, Кондопога. Активисты молодежных организаций подарили женщинам Петрозаводска цветы в центре города. Юнормейцы пошли на опережение и раздали тюльпаны в преддверии Международного женского дня. Участники акции прошлись перед одним из торговых центров Карельской столицы и раздали тюльпаны. Всего для акции их закупили 200 штук. Подарим весеннее настроение. Ребята юнормейцы поздравят жительниц города Петрозаводска с предстоящим праздником. Решили не отставать и ребята из молодой гвардии. Волонтеры поздравили петрозаводчанок с Международным женским днем. Праздничную акцию провели в центре Карельской столицы. Дарим женщинам и нашим любимым девушкам цветы. Дарим им весеннее счастье, тепло, чтобы они уже заряжались тем весенним позитивом. В рамках акции «Вам любимые» Петрозаводчанкам вручили около 600 тюльпанов. В Карелии появилась служба профессиональных кураторов и шесть новых мобильных фапов. Об этом не только расскажем в рубрике «Коротко». Открыт сбор заявок на участие в ярмарке «Зимние забавы», которая пройдет на набережной Петрозаводска 12 марта во время фестиваля «Карелийский фест 7.0». К участию приглашают карельских производителей сладостей, варенья, джемов, меда, выпечки и напитков. Шесть новых мобильных фапов поступили в Карелию. Автомобили будут использоваться для проведения диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации, выезда фельдшеров в населенные пункты с малым количеством жителей. В ночь на 8 марта в Петрозаводске произошло смертельное ДТП. На Первомайском проспекте водитель «Шевроле» не справился с управлением и залетел под припаркованный грузовик. Погиб виновник аварии и его пассажирка. В Госдуму внесен законопроект о защите чести и достоинства учителей. Потребность в нововведении объясняют развитием дистанционных технологий, которые повышают риск посягательств на права педагогов. В Карелии появилась служба профессиональных кураторов. Это единый информационный ресурс, где можно узнать обо всех доступных для пациента видов медицинской, реабилитационной, юридической и психологической помощи. Ремесленники Карелии представили свои товары в синем коридоре. Разнообразие и самобытность продукции с карельским колоритом создало ощущение выставки, а не ярмарки. А сами мастера с удовольствием показали свои секреты посетителям на мастер-классах. Вот такая красота у нас получится. Девочки ни разу этим не занимались. Вот я все объясню, все покажу подробно. Мастер-класс по плетению в технике макраме. Ольга Нефедова показывает базовые узлы и принципы работы. Вот. Так что для первого раза этого вполне достаточно. А потом уже мы можем переходить к более фигурным, интересным вещам. Делать панно или даже какие-то салфетки на стол. Рядом еще один мастер-класс. Дети учатся украшать сладости. Настоящее спасение для тех родителей, кто хочет спокойно пройтись по ярмарке. А посмотреть есть на что. В синем коридоре ремесленники Карелии представили самую разнообразную продукцию. Михаил Басков – мастер-кожевенник. Мужчина готов предложить аксессуары ручной работы и суровому байкеру, и загадочной готической девушке, и элегантной леди. Что-то швется вручную, что-то, где-то используется лазер-станок, где-то тернодресс. Постоянно что-то новое сдают. То есть я начинал с простых вещей, теперь уже вот дошел до гламурных практически. Екатерина Ивашкина – травница. Увлечение, доставшееся по наследству от бабушки и мамы, она подкрепила образованием биолога. С экспедицией по Карелии и на малую родину – Кавказ – она привозит травяной сбор. Наверное, мой любимый такой сбор, если можно так сказать, с ферментированной хвоей, он пахнет морозным лесом. Если ее ферментировать, так же, как, например, ферментирует Иван-чай, то она раскрывает запах по-другому совсем, она дает совсем другой вкус, более богатый. Из натуральных компонентов производят травяные букеты, свечи, даже косметику. Да, это нормально. Нет, они так горят, потому что они внутри с травами, поэтому я всегда в свечи вкладываю инструкцию по безопасности. Бижутерия, посуда, сладости, одежда – многие товары выглядят, как экспонаты выставки предметного дизайна. Неудивительно, за каждым продуктом самобытный автор, который передает свое видение мира через ручной труд. Илья Лопухин, Алексей Локтев, Служба новостей. Встречая весну с котом, под таким девизом Первый Петрозаводский общественный приют проведет выставку раздачу кошек «Мартовские коты». Любителей котофеев ждут на кошачьем празднике, который состоится в субботу, 18 марта, с 11 до 17 часов в торговом центре «Лотосплаза». Приходите полюбоваться на котиков, убирайте себе любимца. Кроме того, на выставку можно принести посылки с помощью для животных приюта. Все усатые участники выставки ручные, ласковые, здоровые, привиты, стерилизованные и приучены к лотку. Животные отдаются по договору с испытательным сроком. А для транспортировки котика в новый дом обязательно иметь с собой переноску. И на сегодня это все новости. Всего вам доброго и до встречи в эфире.